Новости на канале СТВ, в студии Юлия Александрова. Более пяти часов общения без купюр. Президент сегодня дал пресс-конференцию для российских региональных СМИ. Темы, которые интересовали наших коллег самые разные, это Евразийский экономический союз и ситуация в Украине, и проблемы малых деревень. В разговоре звучал и вопрос укрепления статуса Беларуси на международной арене. Наталья Бреус подвела итоги самого обсуждаемого события дня. Привычное место встречи с российскими журналистами – круглый зал Национальной библиотеки. Разговор с президентом – это не начало, а итог большой экскурсии по современной Беларуси. В этот раз журналистский десант побывал в самом северном регионе страны. Я хотел бы, чтобы наши соотечественники, наши братья, россияне, узнали правду о Беларуси. Еще раз повторяю, без приукрашивания действительности, но и не умоляя того, что нам в этих сложных условиях удалось достичь. Для нас это важно. В чего греха таить, объективной информации, как я сказал, в России, о Беларуси не хватает, к сожалению. Традиция организации пресс-туров началась еще в 2003 году. Темы за это время поднимали самые разные. Если в 2010-м больше говорили о преодолении последствий мирового финансового кризиса, в прошлом году обсуждали сотрудничество Беларуси и России, то сегодня ситуация в регионе волей-неволей задает тон разговору. Украинский вопрос стоит остро. Президент предлагает начать с мира. Это касалось и сегодняшней встречи, первый вопрос от межгосударственной телерадиокомпании «Мир», да и в целом о ситуации в соседней стране. Не всегда верно истолковывают журналисты позицию белорусского лидера по Крыму, вырывая слова из контекста. Политику Лукашенко удается сохранять равновесие в этом непростом вопросе. Так что лучше, говорит белорусский президент, не давить. Если вчистую говорить, что какое-то государство отняло часть территории у другого государства, вчистую, мы пока не говорим о нюансах. Это неправильно. И это я вам искренне и откровенно подтверждаю. И не думайте, что я здесь боюсь, как некоторые в России, особенно у нас оппозиция, нацмены наши, националисты, меня пугают. Сегодня Украина, завтра Беларусь, а послезавтра Казахстан или наоборот. Чепуха полная. У нас даже не рассматривается на политическом уровне подобные варианты. Я не допускаю, чтобы Беларусь там в какой-то очередности стала очередным государством, у которой Россия по каким-то причинам заберет часть территории или всю Беларусь. Полная чепуха. Поэтому, если вчистую рассматривать эту проблему с присоединением каких-то территорий другой страной и так далее, это неправильно и вряд ли кто-то со мной станет спорить. Но возникает другой вопрос. А почему Россия пошла на этот шаг? Кто в этом виноват? Я украинцам после инаугурации Порошенко и всем журналистам, которые меня там окружили про 40-градусные жареи, прыжали к стенке, начали меня теребить, но Путина не было кого-то, а меня. Начали меня допрашивать, но разозлившись, я им сказал, ребята, вы что, считаете, что Крым это ваш? Да, это наш, наш. Так а почему вы тогда не воевали за этот Крым? Почему вы его отдали России без единого выстрела? Значит, вы не считаете, что это ваша территория. Это плюс России. Второе. Зачем вы направили острие своей революции против наших людей? Русских и белорусов, русскоязычных. Зачем вы начали запрещать язык, чтобы больше не было проблем? Вы начали угрожать жизни этих людей. И третье. Вы что, хотели разместить в Крыму подразделение НАТО? Вы знаете нашу позицию. Поэтому ищите причину не в России, а у себя. Чем могли, помогли Украине. Здесь приютили жителей этой страны, а официальный Минск предоставил площадку для работы контактной группы. Белорусская столица стала идеальным местом для переговоров. Найти общий язык в этом конфликте сторонам, ой, как непросто. Создается глобальная воронка в центре Европы, которая будет затягивать нас в эту бойню, в эту войну. И таким образом мы будем убивать друг друга. Славяне будут гробить друг друга. Чуть ли не впервые. И когда поступили, подчеркиваю, предложения с разных сторон, о том, чтобы в связи с нашей позицией по этим вопросам собраться в Минске, я сказал, хорошо, вы мне скажите, что сделать, Путин, Порошенко, Европа, другие, я сделаю. Не я выступил миротворцем, не надо мне лавры чужие приписывать. Я дословно сказал, скажите, что мне сделать для этого, потому что я не приемлю этой войны. И не только потому, что там, это главное, гибнут дети и старики ни в чем не повинны, а потому что это причина глобального конфликта. Это вот эта воронка, о которой я сказал. Мы долго консультировались, я четко понял, что мне надо сделать. И вот здесь, в центре Европы, мы собрались для того, чтобы обсудить этот вопрос. Как результат, да, там идет сейчас перестрелка. Да, я не понимаю, зачем они воюют за этот аэропорт Донецкий. Но вот как человек военный, нельзя, наверное, президенту так говорить, скажу, ну и черт с ними, кто хочет воевать друг друга калашматить? Пускай они лучше в аэропорту воюют, чем на жилых территориях, где гибнут или гибли массово дети, старики, а потом морги были забиты, электричества не было и прочее. Людей хоронили просто в огородах, а некоторые по нескольку суток валялись. Трупы на улице, в огороде людей не могли похоронить. И вот вы видите эти захоронения, не знаю, кто там кого убивал, расстрелял, но таких захоронений будет очень много по разным причинам. И то, что удалось достигнуть здесь, переговорной контактной группе в Минске, это уже благо. Уже вроде и в аэропорту не такие идут бои. Если есть какие-то перестрелки, там разберутся сейчас уже и наблюдателям можно работать, ОБСЕ, российские, да и наши там люди есть с Украины, которые видят, что процесс этот мирный пошел. Почему? Потому что победителей в этой войне быть не может. Это понимают и в Украине, это понимают в России, и в Донецкой, и в Луганской областях. Все это понимают. Можете спросить, ну а почему, тем не менее, эти перестрелки идут? Если бы не было парламентских выборов, этот процесс бы шел быстрее. Логичный и ожидаемый вопрос по следам саммита политиков СНГ и таможенной тройки в Минске. Он прошел под девизом «Евразес почил, да здравствует Евразийский экономический союз». А что будет с союзным проектом? Александр Лукашенко рассуждает о бонусах интеграции. Это союзным государствам России и Беларуси не повредит. Только вот ратует белорусский президент за равноправие в таких объединениях. Мы упрекали своих партнеров, что вы отступаете от уровня таможенного союза. Более того, вы не идете на принципы, которые должны быть при едином вот этом экономическом таможенном пространстве. Россия, ну потому что нефть и газы – это вещи дорогие, ну где-то к 2025 году мы будем готовы. У казахи по своим каким-то принципам. А я им всегда говорю, слушайте, господа хорошие, так зачем вы затеяли тогда этот таможенный союз и экономический союз, если вы боитесь? Волков бояться в лес не ходите. Россия ли бояться? И ведь речь шла, если говорить о нефти, газе там и других вещах, речь, что идет только о Беларуси. Поэтому это не к нам вопросы, что мы отступили, создавая этот союз, от некоторых принципов, которые были декларированы и уже действовали в наших договоренностях по таможенному союзу. Не говоря уже о союзном государстве. Я уже много говорил о союзном государстве, коль вы затронули эту тему, поверьте, это тоже не наша вина, что сегодня народы не удовлетворены тем уровнем реализации договора о союзном государстве. Это не наша вина. Но коренной вопрос, мы должны были, возьмите договор о союзном государстве, вынести на референдум в России и Беларуси конституцию будущего союзного государства. Россия, руководство России на это не пошло. Журналисты говорили о том, что в последнее время Минск в центре событий и спортивных, и политических. Заметно изменилась и риторика западных политиков в отношении руководства Беларуси. Президент приоткрыл часть непубличных переговоров. Рассказал, что предложил западным партнерам план по выходу из кризисной ситуации в регионе. Когда мне позвонил, определенные люди позвонили диктатору, я говорю, что ты диктатору звонишь западом, что будем делать в Украине, вот такая ситуация и прочее. Я их упрекнул, говорю, ну ясно, что вы же не без согласия дяди Сема позвонили, понятно. А вообще удивительно, диктатору позвонили, ну да бросьте вы, ну чего там, вот такая ситуация. Я говорю, я пошутил, вы правы. Ситуация страшная. Если вы хотите, чтобы там стабилизировать обстановку, вы у меня спрашиваете, как это сделать. У нас есть собственное видение. Если хотите, свой план. И Запад этот план не принял. Хотя я уже говорил об этом, я закладывал свою голову, что мы стабилизируем там обстановку. К сожалению, не вдаваясь в подробности, я это предлагал и России. И Россия его отклонила. Вот и судите сами, что происходит в Украине. Я очень боялся и предупреждал, что самое вот в близком времени произойдет столкновение в Украине двух мощных сил. И Украина окажется ареной противостояния этих сил. Понятно, что я имел в виду. Этого допустить, говорю, нельзя. Потому что уничтожим страну, обозлим 40 миллионов человек наших людей, прежде всего, которые знают русский язык. И разговаривают на нем. И думают так, как мы. Этого допустить нельзя. И я говорю, вот это нарушение целостности в Украине приведет к тому, что это будет пианино с одной и с другой стороны. Одни будут играться на одной стороне, другие на другой. Этого тоже допустить нельзя. Потому что в истории этого быть не может. Потому что таких инструментов музыкальных нет. Это я тоже предупреждал перед этим. Но этот план принять не был. Значит, эта бойня кому-то нужна. На фоне санкций Запада в отношении России Беларусь готова подставить плечо. В результате эмбарго многие товары для россиян оказались вне зоны доступа. Но о реэкспорте и речи не идет. Это невозможно. Максимум в республике готовы переработать европейское сырье, чтобы поставить уже готовый продукт. В целом наши экспортеры могут нарастить поставки белорусских товаров, не вздувая цены до облаков. Сейчас и белорусская качественная имеет цену. Но цена эта по нашей причине выросла 5-7 на какие там продукты 8. Но у вас же цена на отдельные продукты в два раза подскочила. 30-50 процентов. А где этот рост? Он у вас, а не по нашей причине. Вот в чем вопрос. Поэтому не надо блокировать поставки продуктов питания. Это же не секрет, мы до сих пор составляем балансы поставок нашей продукции на ваш рынок. То есть нам определяют, хотя у нас союз, свободное перемещение товаров декларировали. Нам говорят, вы вот везите столько мяса, столько молока. Почему? Потому что ваши лоббисты боятся больших поставок, потому что цены упадут. А вам это частникам не нужно. Вот в чем глубинная причина этого. А у каждого крыша над головой. Вот там наверху. У нас это невозможно и недопустимо. Поэтому мы вас прозываем просто к открытости. То, что мы декларировали, давайте в этом плане будем работать. Если в Краснодарском крае произведено молоко и мясо, и оно в два раза дороже, чем поставляемое из Беларуси, оно не дороже. У вас там климат лучше. Потому что ваши частники хотят карман набить быстрее и цену отсюда вздувают. Пусть конкурируют с беларусами. Главу государства попросили определить точки роста Беларуси, на что страна будет ориентироваться в ближайшие годы. Это использование новейших технологий в любом производстве и опора на собственные ресурсы. Мы вынуждены идти на шесточайшую модернизацию. Заимствуем что угодно. Но если мы хотим выжить, нам надо модернизироваться. То есть совершенствовать производство. Вот в чем суть. И вот эта точка роста вся страна стала. Потому что у нас принята программа модернизации. Смотрите в сельском хозяйстве. Я говорил, что были пустые полки. Я же это помню. Мои выборы, предвыборная компания, сдерживали еще цены. Все, нечего есть. Талоны вводили разные и так далее. Сегодня зайдите в магазин. Ну, может быть, в Москве у вас там. Больший колорит, и посмотришь. Больший музей, чем у нас в Беларуси. Но у нас есть все для того, чтобы жить. Конечно, в ситуации, когда под боком разгорается такой конфликт, хочешь не хочешь, будешь думать о собственной безопасности. Поэтому президент такое внимание уделяет армии и развитию вооруженных сил страны. С настороженностью в Беларуси воспринимают и попытки НАТО продвижения на восток. Лукашенко был всегда и есть против всякого НАТО и других телодвижений и бряцанием оружия. Теперь уж точно да. Хотя я вынужден заниматься вооружением, оружием. Я недавно сказал, никто вам самое эффективное современное оружие не продаст. Тем более нам. Нам знаете, что предлагают россияне? Что? Говорит, мы вам оружие не дадим. Мы вас защитим. Когда надо будет. А я думаю, завтра начнутся эти столкновения. У нас нет оружия. Есть обещание руководства России защитить. Тогда надо бегом встать возле стены Кремля, скушать головой на коленях. Помогите, защитите. Правильно? Поэтому надо иметь свою армию. Она должна быть вооружена современным оружием. Вопросы от российской прессы касались самых разных аспектов. И как белорусы помогают украинским беженцам, что делают в республике для детей-сирот, как развивают агрегородки, строят дороги, в каких сферах создают рабочие места. Алексей Соловьев, газета «Коммуна» Воронеж. Скажите, вы, как президент республики Беларусь, какую идеологию исповедуете? Коммунистическую, социалистическую, социал-демократическую, комсомольскую или иную? И какая идеология объединяет сегодня народ Беларуси? Какая разница, какого цвета кошка? Лишь бы мышей ловила. Если честно говорить, я поручал, старался сам чего-то изобрести вот эту государственную идеологию, но вот чтобы мне легло на душу, так и не легло. Вот я не могу сказать, что вот как у коммунистов была идеология, мы свято в это верили, нам там порой пудрили мозги, порой мы сами к этому приходили, были убеждены. Ну вот нет этого. Мне говорят, наша идеология – это глубочайший патриотизм там и прочее. Ну да, патриотизм, но это и без идеологии понятно и так далее. А нужна такая зажигающая вещь, которая была бы воспринята всем обществом и которая бы стремилась к этому. Вдоволь наговорившись о политике внешней, перешли журналисты к темам внутренним. Например, как относится белорусский лидер к женщинам во власти. Кому, как не журналистке, из пензенской правды такое задать. Мужики, пусть на меня не обидятся, я уже не первый раз скажу. Я больше во власти доверяю женщинам. Они более аккуратны, они более осторожны, они менее авантюрны. Они никогда, по большому счету, в коррупцию не увяжутся. Я уже во власти не первый год, я знаю, всему этому есть. Разные женщины, но в подавляющем своем большинстве я доверяю женщинам больше. Беларусь в преддверии очередной президентской кампании, так что неудивительно, что о планах на следующий год спросили у Александра Лукашенко. Соответственно, на выборы вы пойдете? Ну, вы знаете, если бы выборы были завтра, я бы вам сказал, да, я пойду. Но до выборов-то еще почти год. И что произойдет за этот год, непонятно. Я недавно говорил, мне предлагали, я могу на выборы пойти и в марте месяце. Раньше нет по Конституции, а в марте следующего года. А вот у Лукашенко рейтинг хороший, там почти 90%, давайте пойдем. Никто не вякнет, ни один Запад, ни в России, никто не скажет, что Лукашенко что-то подтасовал. Но это будет нечестно. Это я вот три дня тому назад сказал публично. Это будет нечестно. Как бы ни сложилась ситуация, выборы состоятся в октябре-ноябре месяце, так, как общество воспринимает и как оно, в общем-то, готово. То есть пять лет заканчивается тогда, тогда и пойдут выборы. А подстраиваться под ситуацию, чтобы сохранить власть, ну а зачем? Все равно у народа останется зазубринка, а наши оппоненты получат факт для критики тебя. Зачем это? Поэтому это очень непростой вопрос. И не подходите к нему просто. Ах, вот выборы, вот-вот. Понимаете, кто если не Лукашенко, да и хватит уже ему, пускай будет другой. Нет, уже народ понимает, что такое другое, особенно после украинских событий. Потенциальная аудитория читателей и зрителей огромна от Калининграда до Владивостока. Возможное количество ТЛ зрителей превышает 135 миллионов человек. Представители российских региональных СМИ задали Александру Лукашенко более двух десятков вопросов. Сегодня ситуация такова, что больше всего обращаешь внимание именно на позицию Беларуси в отношении украинских событий. И, в общем, очень радует, что у России есть такой надежный партнер, союзник, как Беларусь. И что президент Беларуси, Александр Григорьевич Лукашенко, занимает такую взвешенную позицию в отношении всех этих событий. Вопрос, касаемый Украины, он был самым важным, самым обсуждаемым. Ну, это, в принципе, было логично. В принципе, мне позиция президента Беларуси, вот именно касаемо этого вопроса, нравится. Сельское хозяйство, естественно, предприятие сельского хозяйства посмотрели. Но Беларусь уже давно славится своим сельскохозяйственным производством. Многие товары есть у нас, продукты питания. Мы встречаем у нас в Санкт-Петербурге, в северо-западном регионе. И могу сказать, что они, конечно, пользуются большим спросом. Мне кажется, что такие мероприятия очень важны для нас, для российских СМИ, потому что именно в них мы больше узнаем информации о том, что происходит здесь. Мы ищем именно, видим те точки соприкосновения и те точки роста, о которых я говорила, в том числе и в части сотрудничества, и экономического, и социального. Запомнился, прежде всего, сам президент. То есть пять с половиной часов пресс-конференция, но при этом все пять с половиной часов господину Лукашенко удавалось держать аудиторию в тонусе. Наталья Брюс, Алексей Адашкин, Анастасия Иваникова, Николай Зинчилой, Дмитрий Травин, телекомпания СТВ. Телеверсию пресс-конференции сегодня в вечернем эфире смотрите на всех национальных каналах в 21 час. И снова к событиям в Украине. Президент Петр Порошенко подписал закон об особом статусе некоторых районов Донбасса. Это одно из требований Минского протокола, принятого сторонами конфликта в начале сентября. Центральное место в нем отводится вопросам самоуправления. Будут созданы новые органы власти, не подчиненные Киеву. Для этого пройдут внеочередные выборы 7 декабря. Кроме того, значительно расширяются полномочия местных органов, появятся отряды народной милиции, а также предусмотрена амнистия для участников боевых действий в зоне конфликта. Ситуация на юго-востоке Украины стала одной из ключевых тем на международном форуме Азия-Европа в Милане. Во время встречи Владимир Путин и Петр Порошенко договорились приложить больше усилий для прекращения огня. В частности, президенты России и Украины пришли к соглашению о совместном патрулировании границы с помощью беспилотных аппаратов. Отмечу, что на саммите собрались главы более 50 государств и правительств. Глава Евросовета Херман Ван Ромпи заявил, что участники встречи высказались за необходимость выполнения минских договоренностей. Также в поддержку Минского соглашения в ходе совместной видеоконференции на неделе выступили главы США, Франции, Великобритании, Италии и Германии. Долю отечественной продукции на белорусском рынке строительных материалов необходимо повышать. Об этом сегодня заявил глава правительства Михаил Мясникович, посещая предприятие «Керамин». На экспорт мы поставляем до 75% производимой продукции, при этом половину отечественного рынка занимают импортные материалы. Как отметил премьер, для повышения конкурентоспособности предприятиям необходимо следить за последними мировыми тенденциями в отрасли. Так, в Беларуси планируют выпускать совершенно новые отделочные материалы. Идет работа над внедрением в производство антибактериального покрытия для медицинских учреждений. Также планируют производить и морозоустойчивую плитку для оформления фасадов. Надо успевать за дизайном, за модой, как говорится. То есть уже недостаточно просто производить в достаточном количестве добротные строительные материалы. Поэтому мы будем говорить о вопросах действительно улучшения качественных характеристик. Совершив за последние годы значительный шаг в техническом перевооружении предприятия, оснастив и получив такие новые продукты на основе керамогранита, цифровой печати. Подписан договор и уже имеет факт первая отгрузка нашей продукции в Соединенные Штаты Америки. 220 спортсменов из 15 государств прибыли в Минск на международный турнир по фигурному катанию Ice Star. Это рейтинговое соревнование и отправная точка к участию в будущих чемпионатах мира и Европы. Днем ранее свои силы демонстрировали юные фигуристы. Буквально в эти минуты на лед выходят спортсмены категории сеньор, среди которых белорусы Виктория Ковалева, Юрий Беляев и Янина Макеенко. Болеем за наших. Для фигурного катания в стране в последние годы делается очень много. Первая решена проблема дефицита льда. Особенно в городе Минске. Естественно проблема сейчас только у нас одна это повышение квалификации тренеров. Потому что мы должны работать на мировом уровне. С этой целью мы над этим работаем и приглашаем специалистов помогать к нам сюда мирового уровня. И наши тренеры сейчас стали чаще выезжать. Далее программа столичной подробности расскажет чем жил главный город страны. А у меня на этом все. Напоминаем, что телеверсию пресс-конференции президента Беларуси российским региональным СМИ все национальные телеканалы покажут в 21 час. Всего вам доброго.